Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в проекте Joomla Sensei. Мы продолжаем с вами настраивать шаблон, изучать. Следующий у нас на очереди идет вот такой вот слайдер, где можно переключать слайды по нажатию на стрелку или можно выставить автоматическое переключение. Это у нас отдельный модуль вот этого слайда. Вы также можете скачать, пройдя регистрацию на сайте разработчиков или же скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Перейдете на сайт и там скачаете. Будем считать, что вы скачали уже этот модуль. Мы переходим в админку нашего рабочего сайта, кликаем расширение, менеджер расширений, и давайте установим данный модуль. Я его просто перетаскиваю сюда, загрузить и установить. У нас успешно установился расширение, и у нас это расширение выглядит таким образом. У нас в компонентах появилась новая вкладка DJ Image Slide. Так называется данный слайд. И у него от этого расширения есть также модуль, который будет именно выводить на наш сайт данный слайд. Сначала мы перейдем с вами к компоненту DJ Image Slide. И посмотрим, что здесь есть. Мы можем создать категории для наших слайдов с сами слайды. То есть видите, вот на F-категории, на F-слайд, документация. То есть новая категория, новый слайд. Давайте сначала создадим категории, кликнем на новую категорию. Как-нибудь назовем. Назову просто фото. Видите, категория также создается, как в принципе и категория обычная для статей. Состояние опубликовано. Сохраняем, закрываем. Давайте создадим еще две категории. У нас одна создалась. Кликаем создать. Называю фото 2. Сохраняем. После обычного сохранения появляется кнопка сохранить копию. Так будет быстрее и удобнее. Кликаю сохранить копию. То есть сейчас сохранится еще одна. Я здесь переименовываю 3. И опубликую. Теперь сохранить, закрыть. Вот у нас есть три категории. Теперь кликаем по кнопке слайд. Также у нас видно, что здесь ничего нет. Кликаем создать. Сейчас мы категориям с вами создадим наши слайды. Смотрите, заголовок. Ну, также назову фото. Выбираем категорию. Пускай будет первая категория. Слайд изображения. Вот здесь вот как раз мы подгрузим изображение слайда. Про размер пока ничего не могу сказать. Сейчас я тестирую вместе с вами. Если нужны будут точные размеры, как здесь, то мы с вами без труда сделаем такой размер. А пока загружу я произвольное изображение. Слайд description. Здесь может быть описание вашему изображению. Просто напишу тест. Вправо есть колонка. Опция публикации. Состояние, естественно, опубликовано. Линк, опция пока мы не трогаем. Здесь можно прицепить материал. Давайте пока сохранить и закрыть. Вот так выглядит наше, значит, изображение. Мы сейчас с вами должны определиться и вывести модуль на фронтальную часть сайта. Настроить, понять настройки, где за что отвечает. А потом уже выведем остальные, например, еще 2 слайда к другим двум категориям. Оставляем пока все здесь как есть. И переходим к расширению менеджера модулей. У нас сразу видно наверху появился выключенный модуль, о чем я и говорил. DJ Image Slide. Заходим внутрь. Позиция у нас, я смотрел уже, это у нас header. Так называемая позиция. Ищем, вот он, header. Заголовок мы скроем. Заголовок пускай будет, в принципе, неважным. Состояние опубликовано. Смотрите, здесь есть, в принципе, такой ряд, так сказать, настроек. Что сейчас я вам предлагаю? Мы сейчас будем смотреть в Quick Start, в быстрый старт, в демо. И повторим все настройки, выставим так же, как и там. Если вы захотите более глубоко вникнуть в эту галерею, то я вам уже говорил. Вы, например, копируете вот так название. Если вы не знаете английский язык, вставляете в Google Translate, переводите. Вникаете в смысл, понимаете, о чем здесь идет речь. И решаете, включить или выключить, например. И домашним заданием для вас будет как раз подтыкать, посмотреть, повыбирать. Всевозможные настройки, поиграться, посмотреть, какими возможностями обладает данный слайд. А в этом же уроке мы с вами просто продублируем настройки из быстрого старта. Вот, значит, смотрите, в другой вкладке браузера вы открываете админку вашего быстрого старта. Я захожу там в менеджер модулей. Захожу в DJ Images. И смотрите, смотрим вот эти настройки, как они выставлены. Здесь вариант, значит, выбран второй, горизонтал первый, здесь не выбрано ничего и здесь выбран второй. Заходим, значит, в сайт, в наш рабочий сайт и выставляем такие же параметры. Чтобы было то же самое. Прокручиваем дальше. В демо смотрим, что у нас здесь есть. Так, двигаемся дальше. И выставляем вот эти настройки. Здесь видно, выбрана категория основная. У нас категория фото. Здесь все состояния в положении да. Мы здесь тоже выставляем все да. И вот Redmore Link. Это, смотрите, вот эта кнопка. Видите, подробнее. Текст на кнопке. Вот, это я тут прописал в быстром старте. Можете сразу Redmore текст прописать. Так, не забываем выставить. Нам нужно слайд, как правило, только на главной странице. Только на указанной странице. Выбираем. И вставляем главное. Я сразу сюда зашел, чтобы не забыть. Следующие настройки настраиваем. Basic Slide Settings. Слайд ширина 1170. В нашем рабочем сайте здесь стоит всего 240. Здесь 400. Это высота слайда, да. Выставляем тоже 400. Дальше двигаемся. Слайд. Выбранный эффект. Тут не авто. Вот этот. И выставляем здесь тоже 1. 0.20. Смотрим на кнопки. Копируем пока просто настройки. Так. After Play у нас стоит. Нет. Как раз вот это After Play. Если нужно, как раз смену наших слайдов автоматически или нет. Ну, пока выставим нет. Вы уже знаете, где теперь выставляется это. Если вам нужно будет выставить автоматически. Вторая вкладка. Да. И последняя нет. Сразу сохраняемся. Это еще не все. У нашего слайда есть еще ряд настроек. Кликаем вот сюда вот. И смотрим, какие здесь параметры, да. Description. Ширина, если я правильно помню, 400. Первая. Смотрим у нас. У нас тут ничего не стоит вообще. Ставим так же. 0.770. Последняя позиция, да. Пока не вникаем. Просто хотим, чтобы у нас получилось то же самое, как и на демо. Дальше, смотрите, вот эти вот четыре поля, это поле для наших кнопок. Next, play и pause. Это, сразу скажу, это вот эти вот кнопочки. Мы пока не будем их загружать. Посмотрим пока, как будет без них. Дальше по позиции идет 344. Следующая 0. Так. 344 и 0. 347. Извиняюсь. Индикатор с style. Здесь включен у нас. Включаем так же. Так. И еще настройки. Slide effect. Смотрим, какой здесь. Здесь у нас то же самое. Так. Дальше переходим в дополнительные параметры. И здесь есть суффикс CSS класса модуля. Целиком копируем. И у нас вставляем. И сохраняемся. Переходим на главную. Видим, что у нас практически то же самое получилось. Нет только кнопки подробнее. Здесь информации больше, потому что здесь просто больше заголовок и больше текста. Вот я, помните, писал в описании слайда. Тест написал. Вот. Вот он описание. И стрелочки здесь тоже симпатичные. Видите, вот они. Если они... Они сейчас не переключаются, потому что у нас слайд один. Если вам нужны стрелки, как в демо, то вы их сможете скачать так же. Если мы сейчас зайдем в демо данных, в слайд, в картинку, да. Вот здесь вот как раз линк опции, немножко другие. Идем так же компонент DJ Images слайд. Заходим в слайды. Заходим в наш созданный слайд. И смотрим отличия. Выбрано здесь меню item. Выбираем здесь меню item тоже. Здесь выбраны pages, страница. Здесь, в принципе, тоже выбрана страница главная. Остальное стоит все то же самое. Пока сохранимся. У нас с вами появилась кнопка подробнее. Давайте попробуем еще поиграться с настройками. Давайте повесим немножко побольше описание. Вот я отсюда прям возьму. Пускай будет по-английски. Не важно. Вот так вот забрасываем сюда. Так, форматирование. Сейчас очистить форматирование. Давайте попробуем выбрать материал. Вот наши статьи. Выбрали материал. Сохраняемся. Смотрите, в чем смысл. Вот чтобы кнопка вела, например, вот так кликаю на сайт, который я указал, линк. Вы вот здесь у слайда выбираете. Вот линк type. Выбираете don't. Видите, линк. То есть без ссылки. Меню item. По сути, должно ввести на статью. Адрес URL. Вот с этим параметром. Кнопка будет ввести вас на ссылку. На стороннюю. Или вы можете просто прописать статью. Смотрите. Меню item. Например, я выберу материал. И здесь выберу меню item. Сохраняемся. Обновляемся. Вот видите, я кликаю, и меня перебрасывает на страницу, которую мы с вами уже создавали. Все просто здесь. То есть нужно, чтобы ссылка... Вот этот слайд ввел на статью. Выбираете меню item. Здесь выбираете пункт меню, на который должно вывести вас. То есть вот так все просто. Нет ссылки. Никуда не ведет. Меню item. И выбираете, на какой пункт меню должно вывести. Адрес URL. Здесь вставляете адрес URL. Будет выводить, например, на какой-то внешний сайт. То есть вот так вот это работает. Вот так вот работает слайд. Давайте попробуем теперь создать еще два слайда. Смотрите, здесь мы выбираем. Пускай ведет на... Очищаем материал нам не нужен. Пускай ведет на сторонний URL. Сохранить, закрыть. Давайте еще создадим слайд. Теперь категория фото 2. Также фото 2. Пускай будет тоже какое-то описание. Это у нас теперь будет меню item. То есть это на меню. Пускай ведет на видео пункт меню. И пускай открывает в новом окне. Сохранить и создать. Называем следующее фото 3. Да, я забыл выбрать фотографию еще. Фото 3. Вот здесь выбрать слайд. Какую-нибудь картиночку. Вставляем описание. Значит, все то же самое. Состояние опубликовано. Пускай также ведет на какое-то меню. Сохранить, закрыть. Я забыл вставить фотографию в фото 2. Надо что-нибудь здесь вставить. Обновляем страницу. Так. Естественно, что я не разобрался. Это как вывести из разных категорий. Поэтому мы пока картинки помещаем в одну категорию. Сразу из разных трех. У меня пока не отображается. Поэтому пока сделаем вот таким образом. Зайдем в слайды. Зайдем во второй слайд. Категорию выставим первую. В принципе, неважно. Можно к одной категории, да, привязать несколько слайдов. Категория фото. Сохранить, закрыть. Обновляемся. И вот у нас, видите, переключаются слайды. Опять же, размеры, видите, все-таки обрезаются. Здесь нужно учитывать размер. Тут даже, видите, как идет? Размер идет вплотную с этим белым боксом, да. А мы сейчас вот это изображение с вами скачаем. И вот, смотрите, это изображение у нас 770 на 400. Нам надо на фотошопе подогнать вот под это изображение нашу картинку и посмотреть, как будет себя вести наш слайд. То есть, наш слайд должен именно вот так вот быть сопоставим вот с этим белым блоком. Я сейчас быстренько на фотошопе сделаю одну картинку такого размера и посмотрим, как это сработает. Вот я быстренько закинул картинку. Я, конечно, здесь все немножко обрезал. Мне главное было проверить. То есть, смотрите, вы должны под этот слайд подогнать изображение, размер те, которые я вам сказал. Если вы хотите, чтобы между картинкой и вот этим блоком не было зазора, чтобы было все ровненько, то размеры учитывайте такие. Здесь, конечно, я менять ничего не стал. Также, кстати, здесь и по кнопке подробнее можно перейти на статью. Также и по тексту, и по заголовку, и по самой картинке. Видите, я кликаю, меня перебрасывает. А стрелки перекручивают нас дальше. Ну и давайте попробуем сделать автопрокрутку. Посмотрим, как это у нас работает. Вот автоплей, ставим «Да», сохраняемся, обновляемся. И вот вы видите, у нас происходит автопрокрутка. Неплохой такой слайд можно использовать у себя. Ну и давайте по кнопочкам, вот этим вот, да, стрелочкам. Так, переходим, значит, вот сюда. Сначала вам покажу я, да, где находятся данные стрелки в Quick Start, да, в Быстром Старте. Media Manager. В Media Manager, значит, смотрите, вот эта папка и вот эта папка, да. Вот они, но вот этот Play, Pause, они, видно, в настройках включаются. Опять же, домашним заданием для вас будет вот этот слайд изучить досконально. Посмотреть, включать просто кнопочки, вы не бойтесь, вы ничего не сломаете. Просто повыключайте, повключайте кнопочки и посмотрите, как изменятся слайды на вашем сайте, да. Найдите, где включаются вот эти вот Play, Pause, значит, можно сделать будет галерею. Понажать на кнопку Play, да. Также вы скачайте картиночки, если вам они понравились. Вот так вот, как мы с вами уже делали, да, и потом их загрузите там, в слайде. Сейчас я это проделаю, я уже их скачал. Я перехожу в Manager Modules. Сначала перейду на свой сайт. Захожу в DJ Image Slide. Так, переходим вот на эту вкладку. Вот, видите, кнопка Play. Эта кнопка у нас третья будет и пауза последняя. Поэтому в первую. Мы выбираем стрелку влево. Вставить. Next бутон. Мы выбираем стрелку. Право. Вставить. Сохранить. Идем на сайт и смотрим. И вот вы видите, стрелочки у нас теперь как в демо, да. На этом я заканчиваю данный видеоурок. Я надеюсь, вам этот урок был полезен. Теперь вы умеете ставить на сайт вот такой слайд. Знаете, какие нужны размеры. Знаете основные настройки. Вам осталось лишь немножко изучить его. Походить по настройкам, по кнопочкам. Это уже совсем не сложно. И вы уже здесь справитесь без меня. Увидимся в следующем уроке. Позвольте подарить вам подарок. Если вы только начинаете свой путь с джумла, или вы уже матерый вебмастер, вы рано или поздно задумаетесь о самом важном. Это внешнее отображение вашего сайта. Другими словами, шаблоны. На просторах Рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов. Но! Есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном. Тот, который вы скачаете. Крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников. Я хорошо поработал. И собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику. Все шаблоны чистые, без ссылок и вредоносного кода. Гарантирую в 100%. Все шаблоны были скачаны мною лично, напрямую, у разработчиков. И я все упаковал в один архив. К каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона. Так, чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе. И выбрать то, что вам понравилось. Все это я сделал для удобства. Итак, как получить все шаблоны целиком? Да очень просто. Шаблоны я отправлю на ваш email адрес. Просто впишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку. И через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо с ссылкой на закачку архива с шаблонами. Желаю вам творческих успехов. С уважением, Федор Васильев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok